Вашему вниманию представляется видео лекция на тему Меры процессуального принуждения в досудебном расследовании Подготовленная доцентом кафедры уголовного процесса Карагандинской академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан Имени Боринбека Бесина Кандидатом в юридических навык Майором полиции Евгением Петровичем Шульдановым Цель учебного занятия заключается В организации целенаправленной познавательной деятельности курсантов По овладению учебным материалом Сформировать знания о понятиях Задачах и значения мер Процессуального принуждения в досудебном расследовании План занятия состоит из двух учебных вопросов Первый – понятия Системы и значения уголовно-процессуального принуждения Второй вопрос Меры пресечения Понятия, значения, виды Для успешного освоения лекционного материала А также при подготовке к семинарским и практическим занятиям Курсантам следует изучить нормативные правовые акты Учебную и научную литературу по теме занятий Среди которых нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан От 24 января 2020 года За номером 1 о некоторых вопросах санкционирования мер пресечения Учебное пособие Подготовленное Розой Муслимовной Жамиевой На тему уголовно-процессуальное право Республики Казахстан Общая часть – учебник «Уголовный процесс Республики Казахстан» Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан 2014 года подготовленный Марат Чикишевичем Кагамовым В рамках первого вопроса будут освещены понятия «Система и значение уголовно-процессуального принуждения в Республике Казахстан» В юридической литературе дано широкое понятие О мерах уголовно-процессуального принуждения И его месте в институтах убеждения И государственного принуждения Лексически принудить означает Первое. Заставить что-нибудь сделать Производные от него принужденные Второе. Неестественный, несвободный, принудительный Третье. Происходящий по принуждению Лексическое толкование Не дает исчерпывающего представления о сущности понятия принуждения Чтобы определиться с местом мер принуждения в системе уголовного преследования Нам следует дать дефиницию института уголовно-процессуального принуждения Уголовно-процессуальное принуждение Это метод государственного воздействия Проявляющийся в уголовно-процессуальных средствах Пресечения неправомерных действий либо бездействия Представляющих угрозу интересам правосудия Применяемых в порядке установленных законом Компетентными органами государства Должностными лицами в отношении участников уголовно-процессуальной деятельности. С принуждением и пресечением всегда соотносится реализация норм права. Так как право есть ничто без аппарата, способного принуждать к соблюдению норм права. Основаниями для применения мер процессуального принуждения являются необходимости. Во-первых, обеспечение предусмотренного уголовно-процессуальным законом порядка расследования. И судебного разбирательства. Во-вторых, надлежащего исполнения судебного приговора, как указывается в директивных документах. Предпринимаемые в нашем обществе меры по усилению правовой основы государственной и общественной жизни. Соблюдению законности, развитию и охране прав и свобод граждан. Непосредственно связаны с улучшением работы правоохранительных органов. Прокуратура и судов. В этой связи следует отметить, что меры процессуального принуждения должны отвечать определенным требованиям. В частности, первое, они избираются только в сфере уголовного судопроизводства. Второе, только после начала досудебного расследования. Тертия. Лица, которым могут применяться меры процессуального принуждения, порядок и условия их реализации, должны быть строго регламентированы законом. Четвертое. Меры принуждения применяются независимо от воли лица, в отношении которого они осуществляются. Пятое. Законность и обоснованность применения мер процессуального принуждения. Обеспечиваются системой уголовно-процессуальных гарантий, прокурорским надзором и судебным контролем. Из этого следует, что особую важность в усилении борьбы с преступностью. Имеют умелое использование мер процессуального принуждения. Их своевременное и обоснованное применение в уголовном судопроизводстве. Способствуют раскрытию каждого преступления. Обеспечивают неотвратимость ответственности лиц, совершивших преступления. С одной стороны, использование мер принудительного характера существенно ограничивает права и законные интересы личности. Но с другой стороны, без их применения в ряде случаев осуществление уголовно-процессуальной деятельности невозможно. Согласно энциклопедическим определениям принуждения. Прежде всего, противостоит свободному волеизъявлению. Принудить, заставить сделать что-либо. Поэтому сущность принуждения состоит в том. Что оно осуществляется помимо воли и желания участников процесса. В связи с этим для отграничения принудительного от непринудительного элементов используются критерии. В виде психического отношения субъекта к возложенной на него обязанности. Для систематизации имеющихся мер принуждения целесообразным будет разделить их на группы. Первое. Меры процессуального принуждения, направленные на предупреждение и пресечения преступной деятельности подозреваемых. Второе. Меры, обеспечивающие процесс собирания, проверки и оценки доказательств, установления истины по уголовному делу. Третье. Меры, обеспечивающие процесс расследования, судебного разбирательства и участия в нем подозреваемого. Четвертое. Меры, обеспечивающие исполнение приговора. Пятое. Меры, направленные на обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступлением и возможной конфискацией имущества. Уголовно-процессуальное законодательство Республики Казахстан все многообразие мер процессуального принуждения объединяет в три большие группы. Первое. Задержание подозреваемого. Второе. Меры пресечения. Третьи иные меры процессуального принуждения. В Республике Казахстан признаются и гарантируются права и свободы человека согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Республики Казахстан. Их ограничения согласны части первой статьи 39 Конституции Республики Казахстан. Возможно лишь в соответствии с законами и только в той мере. В какой это необходимо в целях защиты конституционного строя. Охраны общественного порядка. Прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения. Однако в ходе досудебного производства возникает объективная необходимость пограничения конституционных прав и свобод участников уголовного судопроизводства. В первую очередь подозреваемых. Для успешного решения задач уголовного процесса государство предоставляет органам уголовного преследования такие правовые средства. Как меры процессуального принуждения. Среди мер принуждения особое место занимает задержание подозреваемого. Поскольку оно существенным образом затрагивает конституционное право человека и гражданина. На свободу и личную неприкосновенность. Задержание подозреваемого в совершении преступления. Мера процессуального принуждения, применяемая с целью выяснения его причастности к преступлению. И разрешение вопроса о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей. Должностное лицо органа уголовного преследования вправе задержать лицо, подозреваемое в совершении преступления. За которое может быть назначено наказание в виде решения свободы. При наличии одного из следующих оснований. Первое, когда лицо застегнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения. Второе, когда очевидцы, свидетели, в том числе потерпевшие, прямо укажут на данное лицо как на совершившее преступление. Либо задержит это лицо. Третье, когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления. Четвертое, когда в полученных в соответствии с законом в материалах оперативно-розыскных. Контрразведывательные деятельности и негласных следственных действий в отношении лица. Имеются достоверные данные о совершенном или готовящемся им преступлении. При наличии иных данных, дающих основания подозревать лицо в совершении уголовного правонарушения. Оно может быть задержано лишь в том случае, если это лицо пыталось скрыться, либо когда оно не имеет постоянного места жительства или не установлена личность подозреваемого. Либо когда в суд направлено ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей. Процессуальный порядок задержания складывается из нескольких этапов. Первое – фактическое задержание лица и доставление в орган уголовного преследования. Второе – устное объявление лицу основания задержания и статьи Уголовного кодекса Республики Казахстан. Третье – разъяснение при полномоченном лицом прав задержанного. Четвертое – личный вебыск задержанного. Пятое – составление протокола задержания. Также стоит остановиться на доставлении. Так вот, доставление – это мера процессуального принуждения, применяемая на срок не более трех часов, в целях выяснения причастности лица к уголовному правонарушению. Доставление – это правовая принудительная мера, состоящая в кратковременном ограничении свободы действия и передвижения лица и перемещения в орган внутренних дел. Таким образом, доставление по своей юридической природе выступает в качестве составной части задержания. Во вторую группу входят меры пресечения. На них мы подробно остановимся при раскрытии второго вопроса нашей лекции. При этом, следует отметить, что меры пресечения – в уголовно-процессуальном праве. Принудительные меры. Временно ограничивающие права личности. Применяемые органами дознания, следователям и судом, подозреваемым при наличии предусмотренных в законе оснований с целью лишить их возможности скрыться от дознания. Предварительного следствия и суда воспрепятствовать установлению истинной подделы или продолжить преступную деятельность. А также для обеспечения исполнения приговора. Третью группу образуют умные меры процессуального принуждения, под которыми следует понимать меры, посредством которых обеспечивается законный порядок в ходе производства подделов. А также создаются условия для должного исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества. К иным мерам процессуального принуждения относятся. Первое обязательство о явке. Обязательства о явке представляют собой оформленные в письменной форме обязательства лица своевременно являться по вызову органа уголовного преследования либо суда. А в случае перемены места жительства или места пребывания. Нахождение. Незамедлительно сообщать об этом лицу, осуществляющее досудебное производство и суд. Второе. Третью. В случае неявки по вызову безуважительных причин подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, а также свидетель. Потерпевшие могут быть по мотивированному постановлению лица, осуществляющего досудебное расследование, суда подвергнуты приводу. Привод не может производиться в ночное время. Не подлежат приводу несовершеннолетние в возрасте до 14 лет. А лица, не достигшие 18 лет, без уведомления их законного представителя, беременные женщины, а также больные, которые по состоянию здоровья не могут или не должны оставлять место своего пребывания, что подлежит удостоверению врачом. Третье. Временное отстранение от должности. Во время досудебного расследования следственный судья или во время судебного производства суд вправе отстранить от должности обвиняемого подсудимого, а также подозреваемого после вынесения постановления о квалификации деяния подозреваемого при наличии достаточных оснований полагать, что, оставаясь на этой должности. Он будет препятствовать расследованию и разбирательству дела в суде. Возмещению причиненного преступлением ущерба или продолжать заниматься преступной деятельностью, связанной с пребыванием на этой должности. При отсутствии оснований для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Четвертое денежное взыскание. Законом определена категория лиц, в отношении которых возможны применения данной меры принуждения. Это могут быть потерпевший. Свидетель. При неявке безуважительных причин по вызову органа, ведущего уголовный процесс. Специалист. Переводчик. В случае отказа или уклонения от выполнения своих обязанностей безуважительных причин. Понятый. При отказе или уклонении от явки или от выполнения своих обязанностей безуважительных причин. При сокрытии им обстоятельств, исключающих его участие в производстве по делу и невыполнении обязанности самоустраниться от участия в производстве. Также данная мера принуждения может быть применена к поручителю в случае совершения подозреваемым обвиняемым действий, для предупреждения которых было применено личное поручительство, лицу которому несовершеннолетний отдан под присмотр. В случае невыполнение принятого обязательства по обеспечению надлежащего поведения несовершеннолетнего и его явки по вызову органа, ведущего уголовный процесс. Подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему и свидетелю при неисполнении ими обязательства о явке по вызову органа уголовного преследования или суда. Подозреваемому и обвиняемому при нарушении запрета на приближение к потерпевшему или к иным лицам. Пятое наложение ареста на имущество. В целях обеспечения исполнения приговоров в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества лицо, осуществляющее досудебное расследование. Обязаны принять меры по наложению ареста на имущество, если основания для обеспечения гражданского иска возникли на стадии судебного следствия. Суд вправе до вступления приговора в законную силу принять меры его обеспечения. Шестое запрет на приближение. Запрет на приближение состоит в ограничении подозреваемого, обвиняемого, подсудимого разыскивать, преследовать, посещать, вести телефонные переговоры и общаться иными способами с потерпевшим или иными лицами, участвующими в деле, в целях их защиты. Запрет на приближение санкционируется следственным судьей либо применяется судом. В рамках второго вопроса будут раскрыты понятия, значения и виды меры пресечения. Меры пресечения. Принудительные меры, временно ограничивающие права личности, применяемые органами дознания, следователям и судом подозреваемым, при наличии предусмотренных в законе оснований с целью лишить их возможности скрыться от дознания, предварительного следствия у суда, воспрепятствовать установлению истины по делу или продолжить преступную деятельность, а также для обеспечения исполнения приговоров, при наличии достаточных оснований полагать, что подозреваемые, обвиняемые, скроются от органов уголовного преследования или суда либо воспрепятствуют объективному расследованию дела или его разбирательству в суде, либо будут продолжать заниматься преступной деятельностью, а также для обеспечения исполнения приговоров орган, ведущий уголовный процесс, в пределах своих полномочий вправе применить к этим лицам одну из мер пресечения. Действующее уголовно-процессуальное законодательство выделяет следующее видение пресечения Первая подписка о невыезде и надлежащем поведении Второе личное поручительство Третья передача военнослужащего под наблюдение командования в воинской части Четвертая отдача несовершеннолетнего под присмотр Пятое залог Шестое домашний арест Седьмое содержание под стражей Ниже мы подробно остановимся на каждой мере пресечения Подписка о невыезде и надлежащем поведении Одна из мер пресечения, предусмотренная уголовно-процессуальным законом Подписка о невыезде и надлежащем поведении состоит в письменном обязательстве подозреваемого или обвиняемого Не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя, следователя или суда В назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя или суд Иным путем не препятствовать производству по уголовному делу Об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении дознавателя, следователя или судья выносят Постановления, в которых излагаются основания и мотивы избрания данного мера пресечения Решение об избрании подписки о невыезде и надлежащем поведении объявляется подозреваемому, обвиняемому, другому, защитнику, законному представителю А также разъясняется порядок обжалования данного решения Личное поручительство Это письменное обязательство заслуживающего доверия лица, поручителя, о том, что оно ручается за выполнение подозреваемым или обвиняемым обязательств в назначенный срок Являться по вызовам дознавателя, следователя и в суд А также иным путем не препятствовать производству по уголовному делу Личное поручительство допускается по письменному ходатайству не менее двух поручителей с согласия лица, в отношении которого дается поручительство Самому поручителю разъясняется существо подозрения или обвинения, а также обязанности и ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств Данная мера пресечения основывается на доверии как следователя, либо дознавателя или суда, поручителю и самому обвиняемому Так и взаимного доверия между поручителем и подозреваемым, обвиняемым В качестве поручителей могут выступать родственники, соседи, друзья или хорошие знакомые, обвиняемого, подозреваемого Которые имеют на него достаточное влияние и в силе своего авторитета могут гарантировать его надлежащее поведение В качестве поручителей не допускаются лица имеющие, не снятые и не погашенные судимости Систематически привлекающиеся к административной ответственности Ведущие антисоциальный образ жизни В случае совершения подозреваемых, обвиняемых действий Для предупреждения которых было применено личное поручительство На каждого поручителя может быть наложено судом денежных законов Закон предусматривает применение указанной меры пресечения подозреваемым, обвиняемым, являющимися военнослужащим или военно обязанным, призванным на учебные сборы Она состоит в принятии мер, предусмотренных уставами Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан И способных обеспечить надлежащее поведение этого лица и его явку по вызову органа предыдущего Уголовный процесс, в частности, наблюдение командования воинской части Как и другие меры пресечения, применяется по следующим основаниям Когда обвиняемый, подозреваемый, может скрыться от дознания, следствия и суда Когда он может угрожать свидетелям, иным участникам процесса, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу Когда он может продолжить заниматься преступной деятельностью При применении к подозреваемому или обвиняемому военнослужащему данные меры пресечения можно использовать следующее ограничение Первое – временное лишение права на ношение оружия Второе – постоянное нахождение под наблюдением своих непосредственных начальников и прямых командиров лиц суточного наряда Третье – установление запрета на направление на работу вне части в одиночном порядке На увольнение с части, на выпуск, на боевые дежурства, на назначение в караул и другие ответственные наряды Четвертое – временное отстранение военнослужащего обвиняемого, подозреваемого, от управления Транспортными средствами либо от исполнения иных специальных обязанностей Сущность отдачи несовершеннолетнего под присмотр заключается в обеспечении надлежащего поведения несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого посредством присмотра За ним субъектов из числа – родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, других заслуживающих доверия лиц А также администрации организации, осуществляющие в соответствии с законом функции по защите прав ребенка В котором он находится, состоит в принятии на себя кем-либо из указанных лиц письменного обязательства По обеспечению надлежащего поведения несовершеннолетнего и его явки по вызову органов ведущего уголовного Процесс, в том числе по ограничению его пребывания вне дома и недопущения выездов в другие местности без разрешения органов ведущего уголовный процесс Домашний арест заключается в изоляции подозреваемого, обвиняемого от общества без содержания их под стражей При применении домашнего ареста в отношении подозреваемого, обвиняемого, подсудимого Могут быть применены одно или несколько ограничений Запрет выхода из жилища полностью или в определенное время Запрет на ведение телефонных переговоров, отправление корреспонденции и использование средств связи Запрет на общение с определенными лицами и принятие того бы кто ни было у себя Применение электронных средств контроля и возложение обязанности носить при себе эти средства Возложение обязанностей отвечать на контрольные телефонные звонки или иные сигналы контроля Звонить по телефону или лично являться в определенное время в орган дознания или другой орган Осуществляющий надзор за поведением подозреваемого, обвиняемого или подсудимого Установление наблюдения за подозреваемым, обвиняемым или их жилищем А также охрана их жилища или отведенного им помещения в качестве жилища Другие меры, обеспечивающие надлежащее поведение и изоляцию подозреваемого, обвиняемого от общества Содержание под стражей в качестве меры пресечения применяется только с санкцией судья И лишь в отношении подозреваемого, обвиняемого, подсудимого В совершении преступления, за которое законом, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 5 лет При невозможности применения других, менее строгих мер пресечения При этом необходимо учитывать следующее Наличие постоянного места жительства в иной административно-территориальной единице Отличны от места совершения преступления Нельзя расценивать как отсутствие постоянного места Жительства на территории Республики Казахстан О нарушении ранее избранной меры пресечения или меры процессуального принуждения Органам досудебного расследования должны быть предоставлены сведения Свидетельствующие об этом, например, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении Подозреваемые, обвиняемые без уважителей, причине невесы по вызову органа, ведущего уголовный процесс Изменение места жительства без уведомления Органа досудебного расследования О том, что лицо может скрыться от органа уголовного преследования или суда могут свидетельствовать Например, подтвержденные факты продажи принадлежащего ему на праве собственности Имущество Приобретение проездных билетов с целью выезда за пределы места жительства и страны и тому подобное По подозрению в совершении преступления в составе организованной группы или преступного сообщества Преступной организации, орган уголовного преследования Обязан предоставить постановление Признание лица подозреваемым в совершении преступления в составе преступной организации и о квалификации его деяний по данному признаку Имеющими судимость заранее совершенное тяжкое или особо тяжкое преступление Следует считать лиц, в отношении которых имеются неснятые и неподвращенные установленным законом порядка Судимость, подтвержденные сведениями из Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан Данными, свидетельствующими о продолжении подозреваемым, обвиняемым преступной деятельности Являются сведения, полученные в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий Указывающие на то, что лицо продолжает заниматься преступной деятельностью Угрожает участникам уголовного судопроизводства Соучастникам преступления, а также особенности личности Свидетельствующие склонности к совершению новых уголовных правонарушений В исключительных случаях мера пресечения содержания под стражей может быть применена в отношении лица Подозреваемого, обвиняемого, подтудимого в совершении преступления За которое законно предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок менее пяти лет Если, первое, он не имеет постоянного места жительства на территории Республики Казахстан Второе, не установленная его личность Третье, им нарушена ранее избранная мера пресечения или мера процессуального принуждения Четвертое, он пытался скрыться или скрылся от органов уголовного преследования или суда Пятое, он подозревается в совершении преступления в составе организованной группы Или преступного сообщества, преступной организации Шестое, он имеет судимость за ранее совершенное тяжкое или особо тяжкое преступление Седьмое, имеются данные о продолжении им преступной деятельности В рамках лекционного занятия были рассмотрены вопросы, понятия, задачи и значения мер процессуального принуждения в уголовно-процессуальном законодательстве Республики Казахстан Спасибо за внимание Продолжение следует...